Доброе утро всем! Утро начинается с небольшой такой уборки, потому что вчера у нас ночью, где-то, наверное, около 12, поднялся ветер. Ну, ветер был везде, но потом, как ливанул дождь, было что-то, какой-то апокалипсис. Вот. И я занесла чучу. Ну, естественно, после него такой срач. Его еда по всей... по всей квартире. Это я еще немножко уже пропылесосила. В общем, решила пропылесосить и протереть полы. И все. Пока муж там завтракает. Потом моя очередь будет. Мы по очереди завтракаем. Потому что мне нужно... Я уже говорила, что мне на кухне нужно место. Мне нужно туда-сюда, а кухня маленькая, и там, в общем-то, двоим не развернуться. Намазала кремом. Вот этот биби-крем, который вчера купила. Кожа такая прям становится шелковистая-шелковистая. Прям хорошая. Правда, загорать не буду. Ну, на занятия пойду сейчас. На крышу. Блин, у меня вот тут вот уже отросло так. Но я планирую на работу съездить на днях. Посмотреть, что там и как. А после сегодняшнего урагана вообще нужно... Вообще нужно посмотреть, что там и как. Так что... Да, нужно светить. Зараза, Чарли. Прям вот нос его. Тут вам не видно на окна. Мух ловит. Мух ловит. Мухолов. А он, знаете как? Их вот так поймает. И потом играется с ними. Они вот так вот живые, мухи. Хотят улететь. Он их опять лапой ловит. И вот так он играется. Цветок сюда поставил. Паппортник. Такой классный. Этот вот. Чтобы не сглазить. Лапы особенно у него такие прикольные. В общем, да. Надо пересадить, кстати. Вот этот цветок пересадить. Он у меня там стоит в горшке, который купленный. Не вот в другом горшке. Вот в этот горшок надо его пересадить. У меня там земля осталась от этих. Ну, салаты куда пересаживала. Там земля хорошая. Салаты все равно не прижились. Вот землю возьму оттуда. Так вот у нас. Сегодня нет ни дождя, ничего. Солнце. Но холодно. Ну, как холодно. Если сейчас время у нас 10. Обычно в это время, вчера-позавчера, было уже 22-23 градуса. А сегодня только 18. Холодно. Опять зима вернулась. Погода какая-то дурацкая. Осенняя. Сегодня буду готовить рисовую лапшу. Вот. С морской капустой. С этими, с креветками. Тарелка бамбуковая. И видите, не вот это вот. В микроволновке вчера что-то разогревала и пришпандорилась. Так, пускай набухает. А я сейчас буду овощи резать. И готовить. И готовить. Тарелка бамбуки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пока будут креветки доделываться... Они маленькие буквально... Схватятся и все... С чесночком, с майонезиком... Красная свекла... А рисовая лапша уже практически готова... Вот они начинают краснеть... Креветочки... Забыла из головы вылетела... Немного о погоде в Испании... Дождь... Задолбала погода, конечно... 16 градусов на улице... Скоро май... А у нас вообще... Ну, надеюсь, что это закончится к 7.30... Потому что у меня по планам идет... Занятие... Спортзал на этой неделе... Каждый день сделал онлайн занятия разные... Вот... Там... Разные-разные... Прям всего... Вчера не было суммы... Девчонки сумму не делали... Не знаю... Потому что, может быть, устали... Вот... Я даже пыталась задребнуть... Но Чарли меня разбудил... Я не знаю, как другие собаки... Спят... Поэтому, если я долго что-то бездействую... Ему это совершенно не нравится... Поэтому он решил... Меня будить... И разбудил... Так вот... По... Спортзал будет 7.30... Значит, часов в 6 мне нужно будет с Чарли погулять... Ну, можно и в 6.30... А дождь на улице? Да... Дождик идет... Пойду чаю попью... Пойдем чай попьем... А матамаронте? Си... Эти шлядки... Рыбка такой... Шлядки... У меня, кстати, сегодня делала салат... Из свеклы... И в пакете... Там... Они идут по 2 свеклы... Одну, в общем, использовала... Вторую хотела в холодильник положить... И как-то в пакете порвалось все... И весь сок на меня вылился... На штаны, на носки, на тапки... В общем, везде кругом пришлось помыть пол кухни... Потому что свекольный сок, он такой прям вообще яркий... Как кровь какого-то убила... Конечно, обматюкала эту свеклу с ног до головы, как говорится... Но ничего не поделаешь... Свеклу не заставишь мыть... Все, пришлось самой... А носки, говорю, не буду менять... Кто меня видит? В свекле они? Не в свекле? Без разницы... Чучь мой заливается... Ему по барабану снег, дождь... Ему лишь бы песни петь... Смотрю по инстаграму... Вот... Люди в других странах, у которых нет карантина... По магазинам ходят... Вы знаете, мне бы хотя бы вот отменили... Ну, разрешили бы ходить с собакой, где я хочу... В мои поля... И была бы я уже, наверное, самая счастливая... Ой... А то, не знаешь... Походить, погулять вот так вот... Просто с собакой... Ни в людной, ни в магазине, ни где-то... А просто вот... Сказали бы, карантин ослаблевает... И с собаками можно идти там... Или сказали бы, заниматься спортом на улице можно... Не знаю... У меня такое ощущение, что это вообще... Это, вот знаете, уже дожила до такого... Что у меня такое ощущение, что этот момент никогда не наступит... И что мы всю жизнь будем так вот... Сидеть дома, боясь выйти на улицу... Дожили, да? Когда создаётся такое ощущение... И от этого ещё страшнее становится и грустнее... Иногда бывают дни нормальные... Иногда труба... Потому что... Вчера было улучшение у нас... А сегодня, по-моему, опять прибавляние... Не знаю... Они говорят, что улучшения идут... Но очень-очень медленно просто... Я вообще никаких улучшений, если честно, не вижу... Вообще... А по телеку сейчас уже не столько говорят об улучшении или что-то... А сколько как мы будем приходить к нормальной жизни... Потому что на носу лето, а Испания живёт благодаря туризму... Посмотрим, поживём, увидим... А что делать? Что нам остаётся ещё делать? Чай пить... И спортом заниматься... На крыше... Так у меня и крышу отобрали, дождь на улице... Ну, трындец какой-то... Ну, трындец... 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 Время 8, у нас как всегда продолжается традиция Хлопанье Никто не отменял, а я пойду дальше заниматься Спорт мир жвачка Моя зона спорта Это у меня идет вместо коврика Там положила туда таблет, планшет повесила Что-то никак не заверну С колонкой все дела у меня, видите А это у меня гири такие Стул нужен был тоже для рук хачания Я не люблю, если бы сама, я бы сроду себя не заставила Все эти гири, гантели А так вроде бы, знаете, как кто-то тебе показывает И вроде бы за компанию, в общем, скажем так Поэтому вот бицепсы, трицепсы, все эти мускулы У меня вообще руки проблемные У нас это семейная, генетическая, и руки толстые А еще они у меня после похудели Ну, не в этот раз Я же раньше, года три назад весила на 25 килограмм больше И вот с тех пор А мышцы есть Руки похудели и форму не пришли Как бы кто ни говорил Там в форму руки приходят После 30, мне кажется, уже ничего в форму не приходит Живота у меня особого никогда не было А вот руки, да, висят, скажем так Ну, ничего страшного, что теперь поделаешь Вот, хотя я вот качаю гантели И в спортзале я ходила на бодипам Там именно вот качать вот эти всякие гантели Не знаю, как по-другому по-русски называется И вот дома у меня их не было По полтора литра бутылки налила нормально А еще пока они там разговаривали Ну, объясняли, что, почему и как Выдернула все Все свои вот эти вот Им, конечно, места мало Очень много корней, видите И просто им негде было развиваться моему салату И поэтому Смотрите, как погода меняется Буквально час назад Когда с Чарли я ходила гулять Я вам показывала, да Кстати, у меня до моего парка Ровно 98 шагов, представляете Я сегодня специально посчитала Так что мне еще можно на 100 метров Дальше пройтись И вот, когда мы с Чарли выходили гулять Дождик шел небольшой А когда буквально через полчаса Он перестал Погода замечательная И дождь, и ветер такой утих Прям вот сейчас, да, весна весной Я всегда надеваю вот такие повязки Не люблю, когда мне пот лезет в глаза Так что вот так Я много раз говорила Я на диване много лежать Времени не могу У меня начинает голова болеть Максимум час Вот у меня нужно что-то делать Потому что иначе у меня начинает Голова болеть Вот оттуда Может быть это остеохондроз Или еще что-то Ну прям вот тут начинает затылок болеть И все И потом эта боль не уйдет Поэтому я не дожидаюсь боли Я сразу куда-то что-то делаю Либо наверх придумываю себе занятия Вообще Триндецка даже 9 мая-то будет И выпустят Я говорю, мне бы хотя бы разрешили С собакой гулять с Чарли Куда я хочу В поля мои там Или еще куда-то Я даже на пляж не пойду Мне не надо Ну вот чтобы, знаете Идти не бояться Что тебя остановят полиция И оштрафуют на 600 евро А я трусиха такая вообще Насчет этого Поэтому будем в парке пока гулять И вот если бы не разрешили Я бы была очень благодарна Этому вирусу За такой подарок Пошла я вниз Дождик Дождик, дождик Ты могу Так, стул надо мне А, хотя я на него Бутылки А то же ведь он это Улететь может Ветер ночью поднимется У меня штазы-то летают А что стул-то Тоже не это А и вот Эту сидушку тоже надо убрать Спрятать Чтобы она тут Не портилась Лепота На ужин себе Намыла клубнички По ужинаю А еще у нас сегодня Знаете С понедельника Дети могут выйти на улицу Ой, я вас долбанула Выйти на улицу Ну это вообще Смех и грех Все будут смеяться Над Испанией Знаете, как они могут Дети выйти на улицу За продуктами пойдут Могут выйти с родителями За покупками Представляете В аптеку В магазин Дети за покупками Трындец И все, короче Типа Ты как это так Говорит В магазине Самое Ну опасное место И дети туда пойдут Чарли Что у тебя там Че Вода закончилась Сейчас налью Не переживай На Он знаете Какой хитрый У меня Вот тут вот Лежал пакетик С вкусняшками его Сейчас покажу Вот тут лежал пакетик С вкусняшками Полураскрытый Сейчас я их спрятала И он По одной Достает себе И жрет Представляете Лежит там на коврике Я такая Муж спрашивает Ты ему дал чучу? Он говорит Нет Я говорю А где он ее взял? А он тихоря Морда такая Сидит Невинная Я все спрятала Достал Пошел на коврик Пожрал Все тихо Спокойно Да? Ты как посмел Сам? Сидит там Такой Деловой В общем Все против Все востуют Все Как говорится Как это Как дети В магазин? В магазин Не погулять Там Не куда-то А с родителями В магазин Где самое опасное место И завтра Походу Будут Менять Этот Норму Или как Там ее назвать И потому что Ну это вообще Кто это об этом думал Как это могли придумать И смех и грех Вообще Я говорю Придумали бы Как вот люди с собаками Ходят Конечно Не сравниваю детей с собаками Но хотя бы так Да? Около дома Вот как я пошел Прогулялся Взял там Самокат ему И вот он прогулялся Вот так вот Подышал свежим воздухом Ну какое-то время У них там Ну время Я вроде слышала Что время Им даже выделялось В общем Завтра Или в воскресенье В общем на днях Будут думать другое Что-то придумывать Я надеюсь Потому что Представляете Во-первых Сейчас попасть в магазин Нужно на улице В очереди стоять Потом еще в магазине Они все дети трогают Все вот это вот Как Вообще Еще у нас тут идет Маски Вот эти В магазинах продают Цены взлетели Ого-го Как И государство хочет Сделать Одну цену Для всех Аптек Чтобы маски Вот вроде бы Завезли уже много масок Где-то их Раздают бесплатно Но это зависит от От Как это назвать От области Да? Кто-то побогаче Кто-то победнее У нас вот тоже Раздавали Маски На рынке Еще где-то В автобусе По-моему Разговаривала Что А В карточку Нашу Ну вот у нас есть Медицинская карточка Такая С которой Вот рецепты Куда назначать Туда Тоже От как бы От социального страхования Маски Скажем так Вздеть Задеть Положить Ну чтобы ты пошел В аптеку И тебе дали маску Как рецепт что ли В общем да Посмотрим То знаете Когда начиналось Все это Маски не нужны Это Филькина Грамота Теперь без масок Нельзя Маски Это как и Как тяжело Разговаривать Я не знаю Как переводчики Работают Это вообще Трындец Я иногда Не могу перевести Одну фразу Только что Я ее услышала И вот так вот Чтобы быстро Ее перевести У меня мозга Не хватает Вот И так Про что я говорила А что Сейчас Маски Так же важны Как и Вот эти вот Делают Пробы Болен то или нет В общем Вы поняли Пойду я клубнику есть Монтировать И думать Что завтра Приготовить Встретимся С вами завтра Всего Самого наилучшего Всем Пока-пока